Так, звук плохой, да? Ничего, тут вот какое дело, вы откуда? А? Город какой? Откуда вы звоните? Боготол. Ничего не понятно. Город Боготол, видел недавно ваш ролик, буквально вчера. Боготол. Понял. Так вот, я хочу сразу сказать, у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не протестуете? Да ну, вы что? Вы сами не будете его в интернет выпускать. Ну ладно, ну вы... Я касаюсь догмата царской власти. Вы не против? Я спрашиваю. Нет, нет. Ну все, говорите, пожалуйста. Какой ролик? Вы догмата царской власти. А царская... Сначала скажите, какой ролик вы смотрели и сказали? Догмат об образе. Догмат образа знаете? А что это за догмат образ? Сказать уроки. Первый урок смотрел. Потом вы присутствует... Подождите, у вас совсем не слышен звук. Просто какие-то такие квакающие звуки идут и все. Я ничего не слышу. У вас что-то неладно там с интернетом. Вас не видно совсем? Да? Куда я делся? Ну посмотрите там, что-то нажать надо. Ага, вот. Вот так видно. Но у вас очень плохой глазок. Все что-то расплывчатое такое. Ну может такая связь, но я вас хорошо вижу. Ну вы меня видите, у меня глазок хороший, а у вас совсем расплывчатый какой-то. Да? Да. Ну ладно, говорите. Что за тайна? Какая образа? Царь Божьего становления. Церкви православной. Ну поясните поподробнее, что это? Сказал Господь, поставь им царя. Первый царь 8.22. Так. Так. И поставил Господь им Саула. Да. Просили, говорит, как у всех народов. Да. Апостол потом поставил царя по сердцу моему. Давида. Да. Давида. Взял его, не буду дальше рассказывать. А потом еще языческий помазание, кир. Да. Вообще не привет. Да. И говорит, я тебя знал, еще ты не родился. Так что, ты будешь выполнять мои планы. Да. И у вас получается нет уважения к помазаннику Божьему. В уроках. Когда вы разбеседуете, вы хулите помазанника Божьего. Икону живую царя. Какого? Поясните, какого царя? Какого царя хулите? Всех. Петра Первого, Ивана Грозного, Николая Второго. Обожите. Николая Второго. Так, давайте по порядку начнем. Вы узнали, что я хулю Николая Второго. Я роли всех смотрел. Как я его хулю? Конкретно, поясните. Да вообще, говорит, лучше бы он не становился на престол. Какое ему там дело было? Что он там забыл? Да? Не понял я. О чем вы говорите? Слова прерывистые, у вас плохой звук идет. Я не пойму. Я буду медленно говорить. Говорите, пожалуйста, помедленнее. О том, что царь Николай Второй был плохой правитель. Конечно. Он и сам согласен с этим был. Иначе бы он не отрекся. Так, отрекся он для того, чтобы мы с вами разговаривали. Чтобы спасти нас. Никакого отношения к этому он не имел даже. Речь шла о другом. О выигрыше в войне с Германией. Он пошел на высшую ступень царского служения. Мы поделились. Все, дальше что? Дальше? Дальше? Если вы хулись у царя, значит, вы хулись его. Не хулю я его. Я ему молюсь каждый день. Я молюсь ему каждый день. А почему тогда ваши товарищи, братья и мои братья, если так понимать, так плохо отзываются? Никак не плохо. Совершенно нормально. Это был лучший царь по вере и самый никудышный по руководству государством. А то, что Господь положит царю на сердце, нас не касается. Нас, холопов, царя не касается. Да я не говорю ничего. Мне это нужно и нет. Вы сказали, теперь поделились дальше говорить. Эта тема пройдена. Мы дали объект в 1613 году. Я ничего не давал. Соборный объект. Не давал. За другого не дается. Это обман. Как это дать? Во-первых, клясться нельзя. А во-вторых, за другого никто не дает. Это обман. Такого нет в Писании. А мы в Боготоле были. У вас там большая палатка стояла. Еретики какие-то. Да, да, да. И у меня есть ролик, называется «Боготол. Жудющие еретики». Да я его смотрел. Ну вот. Я смотрел. Почему меня там не казалось? Я их там с мором навожу постоянно. Ну, однако, мы были там. Да, я видел вас. Собака там. Вы снимались, да? Да, мы были в библиотеке. Я по библиотекам книги свои развозил. Ну вот, мне все понравилось. Все понравилось у вас. И форма одежды, и бороду стал отпускать. Но когда услышал о царях, о помазаньях Божьих, о живой Японии, царя небесного, кто будет наводить порядок здесь, в стране, в церкви? Он заявляет защитник. Царь переводится на русский язык «защитник». Николай Второй защищал, защищал. Народ его предал. Кругом измерно трус и обман. И он пошел на высшую ступень подвига Иисуса Христа. Это не обман, это кощун. Обождите минутку дальше. Вас как звать-то? Звать как вас? Александр, Александр. Александр, а то тут какая-то Людмила написана. Это жена моя. Так. Это выдумка, это совершенно антихристианская. За нас умер Христос. Вот это царебожеская ересь. Вы ересь говорите. Это богохульство. Откуда написано? Послушайте, Александр. Послание Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Даже ангел с неба не то будет говорить, да будет анафема. Умер Христос за наши грехи. Он спаситель и скупитель. Это безбожники смеялись над вами. Все, что вы говорите, это специально сделали, может быть, даже люди, которых произносить имена не нужно. Это умышленные издевательства над спасением человеческим. Спаситель только Христос. И веруя мы читаем. Кто спаситель? Нас ради и нашего ради спасения, шедшего с небес. Не царь. Про царя даже в символе вере не поминается нигде. На высшую ступень никаких ступеней нет. Пуля в лоб и ушел на тот свет. Вся его ступень. Так вы, я слушаю ваши разговоры о положении в стране. Почему произошло все это? У вас ответа нету, никакого. Я отвечаю за грехи людей. Я всегда отвечаю. Как ответа нету? Так говорит Писание. Потому что от нас требуется свободное покаяние. А церковь наша земная должна сотворить образ Царства Небесного. На земле должна церковь Христова победить, верно? Нет, конечно. Ну сколько так? Нигде не написано. Наоборот, вы все на выворот говорите. Написано. И дано было ему вести войну со святыми и победить. Это единственная на земле религия, которая говорит о своем полном поражении. Говорит словами Святой Библии. Ему дано вести войну со святыми и победить. Слушайте внимательно. 13 глава Откровения Апокалипсиса. Вы что выдумываете? Да я знаю я. Вы все знаете. На что сослаться. Только иначе получается, Господь придет и здесь ничего нет. Христову земную церковь воинствующую изнасиловали, да? Получается. Получается так. Оставьте... Александр, вы вопрос задаете, я отвечаю. Я на брак не готова? Нет, написано так. Плевелы и пшеница растут до жатвы. И садут ангелы, и соберут. Но прежде плевелы свяжут пшеницу. А мы, оставшиеся до пришествия Господа, вознесены будем встретить ему. Первое послание к писалоники сам апостола Павла. У нас Святая Библия есть. Вы говорите совершенно, как будто неверующий человек. Как я могу с вами соглашаться? Даже слушать грешно. Какая-то земная, торжествующая, ничего этого не будет. Только в ущельях, в скалах, где-то кто-то... Литургия будет до конца. Но, может быть, в одном-двух местах, мы не знаем. Все будет порушено. Все. И это план Божий. План. Вы слышите, нет? Он опять отошел, наверное. Еще, она водокидывает мне. Сколько? То есть она каждый раз 5 минут проговорит? Да, 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 да. Тут неполадки небольшие. Да небольшие, а большие неполадки. Совсем не идет. Вас я так и не увидел. Нет у вас. Так, ко мне вы какой вопрос имеете? Задайте, пожалуйста. Вопрос от вас какой? Ничего не слышно, не дает. Все замерло у вас. Я православный. Туни и приясти, туни и дадите поговорить по догмату образа. Так как насмотрелся, есть что сказать. Это он пишет. Ну и что тут говорить? Меня залепило тут все вот этими. Это они за 5 минут все скидывают. Записи никакой нет. Ну и ладно. Я отошел. Все пока выключает. Тут еще нету пустое. Людмила Тяжовкина.